Какие вы мне слова говорите сейчас про то, что наша промышленность совершенно не развита. Я по первому образованию инженер. Инженер, радиотехник, железо которого до сих пор летает случайно оставленный для полетов Ту-154. Это мой дипломный проект. Поэтому, извините, я поездил по стране не только как репортер по поверхности, как камушек по воде, пробежавшийся по предприятиям нашей страны. Я их знаю немножко изнутри. Космическую технику и то, где делалась наша... К сожалению, чаще все связано с ВПК, некоторые изделия, скажем так. Так вот, я могу сказать, что, как это не ужасно звучит, но нынешняя милитаризация страны, я надеюсь, даст возможность развиться и, к сожалению, задавленным конверсией и всем остальными глупостями, которые, так сказать, мы были богаты в начале 90-х, развиться и большой промышленности. Невозможно сегодня, даже вот в такой войне, победить без высокоточного и современного оружия. А оружие сегодня, это не то, что мы просто вот видим, так сказать, на экране красивый самолет, либо танк, либо что-то еще. Это миллионы людей, это сотни предприятий, которые могут выпускать не только танки, не только автомат Калашникова, который мы умеем делать лучше всего, к сожалению, а и все остальное. Вот если у нашей власти сегодня, опять же, так сказать, озабоченного лишь одним фактически, это остаться у власти как раз вот с помощью, в том числе и, так сказать, этого милитаристического, милитаристского угара. Хватит ума не затачивать все наше производство только на производство оружия, чтобы не только им воевать, но и торговать, а делать изначально предприятия, которые бы выпускали продукцию для массового пользования, а которым бы давали еще и заказы военные. То есть военный заказ был бы частью того, что делает предприятие, а не наоборот. Предприятие делает военную промышленность, а часть из нее это кастрюли. Вот должно быть наоборот. И это возможно. Тогда рабочие места, тогда новые предприятия, тогда новые технологии, тогда наука рядом и так далее, и так далее, и так далее. Тогда и Мукусев, может быть, стал бы не журналистом, а продолжал бы делать, так сказать, самолеты. Я надеюсь, что это когда-нибудь будет.